Вонючая одища накинулась на город Видное и держит его жителей в своих зловонных, удушающих обятих уже не первую неделю. Зловоние, отвратительный запах, смрад, вонь, испускать... Они обычно приходят по ночам, застигают местных жителей этого прекрасного города спящими глубокой ночью или настигают под утро. Запах такой невыносимый и тошнотворный, что с открытыми окнами находиться в квартире просто невозможно. Как выяснилось, это коксогазовый завод испускает такое заводие. Давайте с москоксом разбирайся. Вопросом об нарушениях экологических норм уже занялся губернатор Московской области, ведь деваты... Ответы ответственных чиновников также особо не давали надежды. Но зловонный запах и жалобы жителей все-таки добрались до губернатора, и он распорядился разобраться со зловонием, который спускает завод. Ну как вы представляете, Дмитрий Александрович, у нас живет большое количество людей, есть москокс. Мы же договорились, или он работает, не беспокоит жителей, или он тогда не соответствует стандартам. Вы занимаетесь, но долго это будет фонить, долго это будет фонить, долго это будет фонить. Значит, ответственные лица доложили губернатору, что должны разобраться с вонищем. До конца июня, соответственно, по результатам этих прорежутых мероприятий будут расставлены все акценты. Мы надеемся, мы, это то есть жители этого прекрасного города, что они действительно разберутся, ведь жуткое вонище пробило уже все рубежи. Зажатые носы, закрытые окна и пустые улицы. И если оно доберется до главнокомандующего, то он точно не простит такой вони. Блин, мне кажется, даже сейчас воняет. Ченка, откуда вонища? Боярыште кофе уварили. Царь-государь приказал по утрам кофе убить. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак. С вами, как всегда, Чернокнижный. Интересный обзор последних новостей России и мира. Не забудь подписаться, поставить лайк, треснуть в колокол. Самые горячие новости еще впереди. От новостей с неприятным запахом... Аромат далеко не сахарный. Переходим к новостям робототехники. Восстание машин ближе, чем вам казалось. Впервые в истории робот убил человека по собственной инициативе. Сразу два закона робототехники Азимова. Не навреди человеку и повинуйся его командам, отправляется на... Я из будущего! Турецкий дрон Каргу-2 может и навредить, и действовать по своему усмотрению. Находясь в автономном режиме, убийца с пропеллером уничтожил одного из боевиков в Ливии. Ктонический механизм уже вызвал вону ужаса правозащитников по всему миру. Каргу-2, по заявлению производителя, способен работать в режиме Камикадзе. Камикадзе! Блядь, Камикадзе, вы представляете? Будучи оснащенным зарядом взрывчатого вещества, которое детонирует при столкновении с целью. В Сабизе ООН подчеркнули, что имеющиеся данные указывают на то, что дрон был запрограммирован на атаку и уничтожение цели без подтверждающей команды от оператора. Все, них с ББЦ больше не нужно. Детали о произошедшем нет. В отчете отмечено, что первый задокументированный в истории случай, когда боевой робот самостоятельно принял решение об атаке человека, уничтожил его без непосредственного указания на это со стороны человека-оператора. В России беспилотный летательный аппарат, способный самостоятельно находить и уничтожать вражеские дроны, разработал концерн «Алмаз-Антей». Новый беспилотник-перехватчик «Волк-18», который может остановить другие дроны с помощью трех зарядов с сетками, лишающих дрон противников возможности летать. А если это не помогает, то российский дрон может идти на таран. Этот дрон уже готовят к государственным испытаниям. Священник-тиктокер с битбокс-призывами «Покаяться» оказался актером. Покайся, 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 не стесняйся. Поки-поки миром, Господу, помолимся. Покайся, покайся, не стесняйся, кайся. И сам он, походу, отказался покаяться. Герой популярного в тикток-видео, на котором мужчина в цирковной одежде исполняет исполняет битбокс с призывами «Покаяться», оказался не священником. Видео снял актер Константин Самойлов. Сам мужчина признался, что записал тикток, когда был на съемках фильма. Я был на съемках фильма и вспомнил, что был такой человек в Петербурге лет 12 назад. И его звали МС «Покайся». Он ходил просто и читал битбокс. Вот это «Покайся, покайся». Рассказал актер. При этом автор видео заверил, что сам не выкладывал его в тикток, лишь отправил нескольким друзьям. Он не знает, кто именно опубликовал запись социальной сети. Ролик уже набрал полмиллиона просмотров и больше 2000 комментариев в тикток. Понравился выпуск? Не забудь поставить лайк, треснуть в колокол, подписаться и до новых встреч.